Так, итого, братья и сестры, витаю всех вас, так, витаю всех вас, дорогие братья и сестры, церковь и блага, и всех гостей, хай вас Бог ясно благословит. Сегодня у нас 29.08, вторник, вторник и начинаем наше служение перед всем Господним. Сегодня у нас участвует служение Александров Дудикал, штат Массачусетс, и там еще с ним есть, братья, сам скажет, кто там, Людмила Шуман, Польша, Оксана Главацкая, Таня Шур, Ревня, Васильчук, Евгений, Россия, Вера Фрецак, Молдова, Слава Донулой, Гаяня Агукасян, Ровно, Эра Длида Лик, Немеччина, Оксана Редкова, Солга Шаразинская, Таня Дрожникова, Фурмачук, Виталий Володя Шек, Олег Билаш, Ровно, и я в том числе, Ровно, а наша возлюбленная сестра Вера Адамович, Горячая Сакраменто. Ну, правда, у нас все горячее, чем там, но ничего, так и будет. Она считает, что самая горячая точка это у них. Ну, ну, хай будет так, не спорю, не спорю, приедем, побачим, добре. Хорошо, друзья, добре. На чем мы будем починать и наше служение? Дякую Богу и всем вам, как я уже сказал, намечаются братья индусы, из Индии, пастор Джошуа и братья, которые сегодня могут быть и участвовать в нашем служении. Когда я ехал домой, там такая пробка была, что зараза ни одной машине, ничего. А я решил не сердиться, потому что я знал, что я сдаю экзамен. Поставил машину на стороне, зараза ни одной машине, слушай, ни одной машине. Я смотрю на камеру, ни одной машины, пусто. Как будто, а как я приехал, такой враженный, что не знаю, что случилось. Еще один автобус прямо перед носом поломался за дороги, что я хуже пробовал. Хорошо, друзья, добре. Я хочу читать одно местописание. И, 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 и будем молиться с вами. Вы помните ситуацию, конечно, кто-то, знаете, недавно у нас в церкви проповедовал, что Иисус взял лодку и они поехали, скажем, переправимся на ту сторону. Они храплили, там и по дороге была, была великая буря, там, помните, рассказывали, разбудили его. Ну, я хочу рассказать историю, как он уже пришел туда. Когда он пришел туда уже, на той берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду, не одевавший и живший не в дома, а в гробах. На гробе маяцинавозы, там, пещеры, которые ховали людей, там, на таком напрямке. Он увидел Иисуса, скричал, пал перед ними громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу видеться с этого человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узями, сберегая его, но он разрывал узи и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. И они просили его, чтобы не повелел им идти без дну. Тут же на горе паслись больше стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволили им войти в них. Он позволил им. Бесы, видя человека, вошли в свиней и бросили стадо, скрутизну озера и потонуло. Пастухи, видя прошедшие, побежали, рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть пришедшие, и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли без сидящего ног Иисуса, одетого и здравым в уме, и ужаснулись. Знаете, что интересно? Когда он бестроватый был, никто не ужаснулся. Сдается, что все нормально. Когда люди в грехе с ног до головы, некоторым все это нормально. Ну, а что вы думаете? Это ничего страшного. Ну то, что выпили, ну то, что то рубили, не то, что то рубили. Настолько люди привыкают, знаете. А когда человек перестал этого рубить, и когда человек стал совсем другим человеком, как же вы уже уснулись? Я, честно, не могу до конца понять всех людей. Видевшие рассказывали им, как исцелся бесновавшие, и просили его весь народ, калдаринские окрестносты, удалиться от них, потому что они объяты были с великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просили его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустили его и сказал, «Возврати дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Я вот до того места. Знаете, я хочу дать ударение на слова Иисуса Христа. Этот человек, смотрите, с одной стороны, я хочу, чтобы мы заметили, человек, который освобожден от греха, человек, который освободился, ему хочется всегда быть с Иисусом. Ему хочется всегда присутствовать с Ним, где он не был. Ему хочется, чтобы присутствие Иисуса его сопровождало везде и повсюду. Не выбирково. Сегодня буду, завтра не буду, послезавтра буду, третьего дня не буду. Ему хочется, людина, который Господь освободил, ему хочется всегда быть в присутствии Божьем. Ему хочется всегда с Ним спелкуваться. Этот человек был страшно бесноватый. Но Господь освободил, там легион, целью жизнь. Господь его освободил. Он стал совсем другим человеком. Ладно, что те, которые, казалось бы, не бесновали, но ужаснулись, когда увидели его нормального. Заместь того, чтобы отрадовались, радостные крики робили, там, не знаю, восхищались и тому подобное. Они ужаснулись. А Господь, скажи ему, цему человеку, вернее, этот человек приходит к нему и, скажи, из которого просит его, чтобы быть с ним, он хочет быть с Иисусом. Еще раз скажу, людина, которому освободил Господь от греха, от зависимости, от всего того, он хочет всегда быть с Иисусом. У него даже инши головы не входят. Иисус ему что скажет? Но Иисус отпустили его и сказал, возвратись в дом свой, твой, и расскажи, что сотворил тебе Бог. Тут два момента. Первое. Бог хочет каждого из нас, когда люди не уверены, когда мы покаялись, когда мы изменились, мои домашние должны видеть во мне другого человека. Если я и раньше грешил, и теперь грешу, а что там они увидят? Что моя жена, мой муж, мои дети, что они увидят? Если раньше я наговорил, сплетничал, ругал, мочукал, выпивал, клеветал, я не знаю, что еще я там робил, и дальше я роблю это самое. А какая разница? Что ты словами говоришь, я теперь верю в Бога? Это разве выход с положения? Нет, конечно. И Господь говорит, иди сначала в дом. То есть, мои домашние должны увидеть во мне другого человека. однозначно вы должны увидеть. Они должны во мне побачить, мама, а что с тобой? Ты не так, как раньше. Мама, а что с тобой? Ты не делаешь, как раньше. Папа, а что с тобой? Подожди, а что случилось, папа? Ты не такой, как был. Почему? Потому что они видели, не то, что я говорю. как там этот, однажды ко мне пришел один человек, армянин, искал верующих людей. Ну, ладно, нашли меня, привели до него, там, Винка же, Саноджан, ты верующий? Я говорю, да. Я тоже, брат, верю в Бога, вот, и там, усердно хреститься. Ну, ладно, я понял, как он верит в Бога. Да, мало того, мы еще не успели говорить, у него там просьба была одна, ну, он любил кидать людей, я был черговой жертвой, значит, или Бог не допустил. И во время беседы он открывает пачку сигарет и курит. Я говорю, слушай, ты же сказал, что ты веришь в Бога. Он говорит, да, да, и кашляет. Я говорю, а как ты веришь, что ты так куришь и кашляешь? Брат, ты не знаешь. Я, кажется, дьявол там сидит, а я его душу. Я его. Ты бачишь, как он задыхается, говорит. Ой, то, что дьявол там сидит, я верю. А то, не то, что он задыхается, ты его кормишь, это ты задыхаешься. Это ты задыхаешься, при чем тут он? Ты его пропитываешь, он тебе сидит и пропитается. Знаете, Иисус первый, друзья, наши домашние, наши дети, сыновья, дочеря, не знаю, кто там, жены, мужья, они в нас в нас хочет жить, а хочет иметь. А как же, Господь, иди домой, сначала домой. Не церковь иди, не там, домой иди. Мои домашние должны увидеть во мне, что да, действительно, я поменялся. я уже не тот человек, не. Я уже не буду рубить то, что я рубил. Те негативные явища, которые сопровождали мне, я уже не буду участвовать, не буду обзывать, не буду, не знаю, я не знаю, перечень, я не знаю, что я могу сказать, каждый знает себе сам лично. Мои домашние должны увидеть во мне другого человека. И второй момент. То есть, возвратить дом твой, и помните, что сказал Господь, и расскажи, что сотворил тебе Бог. И расскажи, что сотворил тебе Бог. Следующий стих, скажи, это для ну, таких людей, которые с одного раза они не понимают. Говоришь, 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 говоришь. Христос Синь Божий. Да, Он для нас открылся как Сином Божиим. Но написано Бог явился во плоти. И второе место, слушай, это важно, что скажи Господь. Он пошел, цей человек, да, Евангелие с другого подчеркивает, Он пошел и проповедовал. Что сказал Иисус? Иди, расскажи, что сотворил тебе Бог. Скажи, Лука, Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил Ему Иисус. Ничего не замечательного? Бог скажет, что сотворил тебе Бог. Другими словами, Иисус себя назвал Богом. И Он пошел и расскажет, что сотворил Ему Иисус. Знаете, это очень важный момент для нас, для каждого, чтобы мы осознали присутствие Божия в нашей жизни. Чтобы мы знали, сразумели. Я помню, когда я одну девчину, сейчас он член церкви, евангельской церкви, когда он ходил до свидетеля Еговы, даже не свидетель, лежит свидетель Еговы, потому что свидетель Еговы, там, я сегодня разговариваю с моим братом, меньшим братом, и наша одна родичка, там, скажи, живет в Москве, и она стала свидетелем Еговы. И мой брат, неверующий, ну, как бы сказать, неверующий, он приближенный, но не так, как мы понимаем, он говорит, слушай, у нас в России, скажи, запрещен вообще это, вот это, это что за такое вообще? Я ему в двух словах сказал, что это полная чушь, вообще, не вмешается никакое. Кажи, я не знаю, я ему говорю, что у нас запрещен, это ваше, да, мы подполно там. Я, подполно, я понимаю, когда ты страдаешь за Христа, а ты же не за Христа, ты Христа вообще не принимаешь и не признаешь. Ты его считаешь, что это, ну, хороший человек, пришел, и все. Хорошо, друзья, этот человек, первым делом, я уверю, домашний, вот тут точно можно, наверное, сказать, ужаснулись, это я не признаю, это слово там в этом порядке, они хиба что были в шоке, просто разве что были сдивованы, удивлены, разве что они были просто, да ты что, это Микола, например, да, Микола, Микола, а он радостный идет, улыбается, они никогда у него улыбку не видели, они знают, что он у нас был, Гриша, некоторые сестры, братья помнят, с Гришем, никогда, он всегда был злый, всегда, но перед смертью, последние тиждень, он улыбался, он шутку, вон, недавно видел его сына, мы поздоровались, пообщались, поговорили, он говорит, помните меня, я говорю, что-то, не знаю, не помню, я говорю, я сын Гриши, помните, мы похоронили, батька, вы похоронили, там, сюда, я говорю, а, да, 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 мы вспоминали, Гриша, в последнее время, вообще, улыбка с лица не вылезала, не вылезала, не вылезала, что я там, людина, хотела, чтобы люди видели в нем хорошее, я не знаю, почему так стало, раптом, у меня жизнь закинчилась одному Богу известным. Этот человек, знаете, пришел домой, до своих, я уверен, что им рассказал все, что Иисус нашел меня, я сегодняшний день, уже новый человек, сегодняшний день я буду жить и служить одному Господу, потому что он мне сказал, иди, скажи, что сотворил тебе Бог, я знаю, что мой Иисус, это мой Бог, потому что это Он сотворил во мне, это Он исцелил меня, это Он избавил меня от этого всего, и теперь я буду, я думаю, что рассказывал богачам, людям свидетельствовать, и люди видели то, что Он говорит, и жизнь сходится, сходится. Дай Боже, дорогие мои, чтобы мы так само поступили в наши жизни, чтобы сходилась наша жизнь во Христе Иисусе, да поможет нам Бог, учитывая, что очень возможно у нас будут гости, давайте мы сейчас шире помолимся нашему Богу, попросим обильное Божье благословение, во Его имя прославиться навеки, аминь. Аминь. Алли Луя, Алли Луя, Алли Луя, Алли Луя, agenda комирующая имя documents «Побstellung у нас есть результаты и мы сделать этот нежный Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok чтобы ты знала, что с Господом ты всё пройдёшь и с Господом всё будет хорошо. Мы тебя с мамой поздравляем. Не знаю, мама вначале будет поздравлять или я вначале. Мама, ты вначале или я вначале? Говори. Так, мама молчит, значит, я буду поздравлять. Бог благословил такую песню написать. Я для славы Господней спою это для Оксаны и всех, кто заключил завет с Господом. Для всех эта песня. Иисус Христос тебя позвал, Ты из рук Его прощенье взял. Для тебя в крещении важно всё, Ты нашёл спасение своё. В этот день ты Господу ответил «Да», Меж тобой и Богом дружба навсегда. Крепче дружбы этой в целом мире нет. Ты с Творцом Вселенной заключил завет. Иисус тебя с рожденья ждал, Хорошо, что ты не опоздал. В жизни крепко Господа держись, Он есть путь и истина и жизнь. В этот день ты Господу ответил «Да», Меж тобой и Богом дружба навсегда. Крепче дружбы этой в целом мире нет. Ты с Творцом Вселенной заключил завет. Для тебя крещенье важный день, Не страшна отныне смерти те. Ты ведь на спасение пути, У тебя вся вечность впереди. В этот день ты Господу ответил «Да», Меж тобой и Богом дружба навсегда. Крепче дружбы этой в целом мире нет. Ты с Творцом Вселенной заключил завет. В этот день ты Господу ответил «Да», Меж тобой и Богом дружба навсегда. Крепче дружбы этой в целом мире нет. Ты с Творцом Вселенной заключил завет. В этот день ты Господу ответил «Да». Да благословит тебя Господь Оксана всю твою жизнь с Господом. Я поздравляю с десятилетием церкви Ведвага и поздравляю тебя, Оксаночка, с водным крещением, что ты заключила завет с Иисусом Христом. И прочитаю я стихотворение, которое дал Бог написать Люде еще в 2006 году. Нет большей радости у матери на свете, когда крещение принимают ее дети. Счастливый слеос не может дочь унять, когда крещение принимает ее мать. Не будет радости детей конца, когда спасенным другу зрят они отца. У старичков продлится жизнь на этом свете, увидев внука с Господом в завете. Все те, кто в душах Господа обрел, всем сердцем жажду, чтобы каждый был спасен, чтоб с Богом вечности смог встретить и обнять счастливый муж, жену и сына, мать, чтоб в жизни в небе не была разделена земная Богом данная семья. И будет вечно слава Господу звучать за всех, кто смог спасение принять. И еще один стих, который был в 2005 году написан. Ты слышишь, ангелы поют, их ликование представляешь, все это в небе потому, что ты в завет с Христом вступаешь. Ты слышишь, тихо шелесят в руках и к вишности страницы, там имя пишется твое. Ты видишь радостные лица, ты ощущаешь, как любовь необычайная, большая, всем, кем обижен был порой, тебя наполнило до края. Ты чувствуешь, как из души исчезли страхи и сомнения. Ты чувствуешь, как Божий мир заполнил душу в обновенье. Ты веришь, что Господь простил грехи твои все, и с любовью глядит сейчас в небес, и ты омыт его святою кровью. Ты видишь, как прекрасна жизнь, когда она с Иисусом вместе, и ангелы о том поют, на небе радостные песни. Ты слышишь, как они поют, их ликование представляешь, все это в небе потому, что ты в завет с Христом вступаешь. Слава Господу за все. Слава Богу. Слава Богу. Так, прошу. Я тоже читаю стих. Жена, что у нее нет, она болеет, она просит, чтобы мы молились за ней. Я читаю стих, потом брат. Это тоже для Оксаны, для нашей сестры, которая докупила завет с Богом. Стих. Не плачь, дитя, я знаю твою боль, я знаю то, о чем грустишь сегодня, ко мне, дитя, доходит сердце с том. Я слышу то, как ты взливаешь слез, но я не забыл. Я помню о тебе. Я о тебе намного больше знаю, чем ты представить можешь от то себе. Вовнутрь нас твою я проникаю, когда ты взор свой поднимаешь ввысь. Я стремляюсь, чтобы тебе утешить. Ты за меня, дитя мое, держишь. И ничего не делай, ты поспешно. Все извись, родная, и ко мне приди. Поговори со мной, спроси совета. Я сам пойду, родная, впереди. Рассеет тьму, сияньем чудным светом. То, что случилось, было от меня. Рука моя тебя не допустила, чтоб ты, дитя, уверенно пошла, чтоб ты, родная, прошла, забыла, идет вперед и не смотри назад. Я управляю жизнью и делами. Я, дочь мою, веду тебя и свой град. И потому хочу тебя расплавить. Хочу я сделать из тебя сосуд, наполнить своим словом и делами. И вот в жизни милищей потекут. Меня прославишь сердцем и устами. Возьми щитвери, праведность и бронь. И все вооружение мое, агенция. Соединись в молитве, ты со мной. В объятиях моих дитя согрейся. Я твой, Господь. Я сила есть твоя. Благословлю и снова испытаю, чтоб закалалась вера твоя, дочь моя. Тебе я в этом, дочь, переправляю. Но все пройдет и выведу тебя. Ты вновь познаешь силу благодати. Я сохраню объятия их тебя. И буду воспитание подкреплять. Я с тобой запомню это все. Я твой, Господь, а ты дитя мое. Аминь. Слава Господу. Да, слава Богу. Дякуем. Друзья, сегодня уже почули у нас в гостях брат Джошуа, пастор церкви в Индии. Брат Джошуа, welcome to church. Ведвага, корич. Good day. Thank you. Thank you, Pastor. God bless you, brother. Мы очень рады за тебя. Я думаю, что брат Алекс заодно переведет. И у нас будет с вами насыщенная программа. Если даст Бог жизни, да. С Божьей помощью. Ну, то переводи ему. Хорошо. Pastor Joshua, we have a group. People, they are in Ukraine and another place. Я сейчас ему немножко объясню, кто вы, откуда. Чуть-чуть. А потом у нас будет свидетельство. They are from Ровно, Ukraine, from Moldova, from Russia, from the U.S., from so many parts of the world. And they gather like two, three times a week. And today, they are willing. They want to give you a chance. They're asking you if you will have 10, 15 minutes. You'll have a testimony. Say testimony about how you came to the Lord Jesus Christ. How many of you start everything. May God bless you. And before we continue, I just want to tell them what we're going to have the testimony. And I will tell you who's going to start. Всех приветствую. Божьи благословения. Я немножко объяснил пастору Джашу из Индии. Он сейчас будет говорить свидетельство. И будет рассказывать, как он пришел к Богу, как он уверовал, как немножко коротко так немножко расскажет. Поделится с нами, что какие-то, может быть, потом вопросы. Вы спросите у него. Мы ответим, что-то, может, я расскажу. И так у нас будет, получается, будет как свидетельство. Так что мы сейчас дадим место пастору Джашу. Пусть он немножко расскажет свидетельство. Yes, пастор Джашу, now God bless you, now it's your time. Make sure to speak short sentence. I can be able to remember and translate everything exactly what you said. Go ahead. Praise the Lord, first of all. Thank you very much, dear Pastor Alex and all the present sisters in the group. Приветствую всех братьев и сестер, всех, которые сегодня участвуют. It's my privilege to share how I met the Lord Jesus Christ. Для меня это привилегия сегодня поделиться, как я пришел к Господу Иисусу Христу. Я родился в индуистской семье, которой они поклонялись идолам, поклонялись божествам. В нашей семье поклонялись солнцу, луне, разным другим божествам. И так было заведено в нашей семье. Когда я был ребенком, у нас было принято поклоняться, дети, все поклоняться в нашей семье. Я возрастал так. В Индии очень много играет спорт, такой крикет. Если кто знает, такая есть бейсбол игра, ну, что-то наподобие, как бейсбол. Ну, еще по-украински, ну, с мячом там кидает, один отбивает. Ну, такая, как своеобразная игра. Однажды, когда я пришел из колледжа, и мы, как дети, мы играли в игру крикет. Мы знаем, что у нас есть бейсбол и также бейсбол. Крикет бейсбол – это как ледерный бейсбол. Внутри есть бейсбол. Очень тяжелый бейсбол. Если вы бросаете, то бейсбол может отбить. В чем состоит эта игра? Это идет, получается, кожаный мяч внутри камень. И он, получается, кидает и другой. Такая специальная доска. Он должен отбивать его, ну, чтобы в цель тут не попал. Получается, очень тяжелый мяч, этот каменный. Он кидает его, и то должен отбивать. И, you know, one of the tough guys, you know, that day he was throwing the ball, and then I supposed to hit the ball. I was not able to hit the ball, and it hit my abdominal very badly. И когда был один человек, там, я должен был отбивать, а другой человек, он взрослый, сильный, он бросал. И когда он кинул этот камень, получается, он не попал, а попал у меня в живот, в живот попал и нанес большой вред. И тогда, you know, all of a sudden, you know, I was fainted on the ground, unconscious, for a few hours. Сознание упало на землю в этот момент. Да, я открыл глаза, я уже был дома, и моя мать, мои братья, они все плакали, все переживали, плакали. Что случилось? And, you know, because of the... badly hurted, I was having a lot of pain. I was supposed to go to the toilet, but I was not able to get up. My friends and my brother, they helped me to just go to the toilet. It was very painful time, you know, it was like, you know, it was bleeding blood, you know, it was very painful for me to bear that. And then, you know, with the great pain, I came back, and my brother brought me back, and then we did not have the doctor in that area where we lived, and I got some painkillage pill, that's it. Где мы жили, там не было врача. Очень далеко нужно было идти до врача. And the next day, Dr. K. McGinnis gave the same pills, but I was not able to get up. I don't want to eat, I don't want to drink water. If I drink and eat, I have to go to the toilet. Painful for me, I don't want to have it. Try to speak short sentences, I can translate everything. I forgot some sentences. Dr. Kvishol, on the second day, he gave me tablets for me to get out of the pain. And, you know, it was like a severe pain I used to bear, but I'm not drinking water or the food, no. I don't feel any pain. I don't feel any pain in my body. And I was like three, four days, I would depend on the painkiller pills. And then one of my friends comes to my home. His name is Luca. He came to my home. It's a Christian brother. He came with a big book. It's a Bible, actually. You did not tell that. He brought the book and bookmarked it. And in the book of Psalm 115, it's written, Your God has eyes, nose, mouth, hands, legs, no life. You cannot walk, never touch, never speak. And, you know, I'm shocked to read that one because we worship idol with all those eyes, nose, everything it has, but idol we worshiped. In my mind, when in our mind, we had one thing. Jesus means he's a Christianity founder. We never know about anything about Jesus. In my mind, Jesus – это один из лидеров христианства. И все, это было в моем понимании. And then I had a question in my mind. Okay, this book, this is a Jesus book, but Bible, it talks about, it tells about eyes, nose, yes, my idol doesn't speak. Tonight I will check with my garden garden. And then same night, with the help of my brother, he dragged me to the garden goddesses' room, and I started to speak to each idol. You know, so many idols in our room, one of the room. Мой брат, у нас в Ингии, это я чуть-чуть объясняю, добавляю, чтобы вы поняли, у них есть каждой семье, есть мысль. And then, you know, I was crazy myself, I was talking, but no response. And then I was not able to speak whole life, morning, yeah. Pastor Joshua, one second, I'll try to explain what I mean, garden goddesses' room. I will explain to them one second, I will let you know. It is a room where there is a room with a family. There is a room of many different family idols, and they must be able to speak to these idols and pray to each one of them. There is a room with their family, there were 15 idols. There are other ones with some, there are 100, there are fewer idols, more idols, there are more, there are more. Получается, и он пришел в эту комнату и хотел проверить, молиться этим идолам, что они слышат они или нет. И он сейчас вам рассказывает. Yes, continue. Да. И тогда в ночи, я не могу спать в ночи, и в ночи я хочу увидеть своего друга снова. И я хочу знать о Боге, Jesus, больше и больше. И когда я был там, потом утром я проснулся, я хотел спросить моего друга больше, кто такой Иисус Христос, знать больше о Нем, кто Он. And my brother helped me to call him again, my friend came, and he was telling, and we are praying for you, Dave Raj, God going to heal you, Jesus is a real God, but one thing makes sure. You know, I know that by the time when I was sick, my relatives, they started to come to my home, and they are telling, I will sacrifice this thing to that God and this God. But so many things, they were promising. Они приходили в это время к нам, и у них традиции были, чтобы посвящать, например, кто-то может поставить свою колоку, идолам посвятил кто-то еще, и они хотели, и говорят, мы сделаем то, мы сделаем то, посвятим то, посвятим то, сделаем то. And my, you know, like auntie and other relatives, they came, and they said, tell my mom, you know, we don't know what's going to happen to him, feed him whatever the sweet he likes, you know, that, you know, whenever used to ask our mother, when we are small, give us some sweet, make some sweet, she used to tell, let the festival come and we'll give you, but here I'm not able to eat, they want to feed me. Родители пришли и начали приносить ко мне там, но я был больным, не мог ничего кушать, но конфеты, тут, на, кушайте эти конфеты сладкие, а я не мог ничего, потому что раньше, когда, не только мы кушали, когда были большие... Я не мог ничего, потому что они не дают конфеты. Моя мама плакала, переживала за меня. И, you know, my friend was telling a very comfortable word, we are praying for you, we are doing pasting and praying for you, my parents and all. Как и сказал мне, что мы молимся и постимся за тебя, чтобы Бог тебя, Иисус тебя исцелил. Он мне объяснил, когда ты молишься, ты не должен молиться только Иисусу, другим идолам или другими божествам, только Иисусу. Но у них в голове сатана настолько давал, что он давал напоминание этим всем идолам, он привык, и он говорит, ты только призывай имя Иисуса, и все. И в Индии, you know, we have, you know, many garden goddesses, when you take one garden, one God name, instead of one name, we take three, four names at a time, because we're scared of, oh, I should not miss this God, I should not miss this God. That's another problem. And, you know, to take only the name of Jesus, you took me two, three, four days to take only the name of Jesus. I said, my friend was telling, okay, tell Jesus, thank you, thank you for healing, thank you for healing, thank you for, only that's what I used to tell, that's it, thank you Jesus for healing, thank you Jesus for healing. You know, and one day, you know, taking the name of Jesus, just, I was holding a wall, and I got off all of a sudden, my wound, but nobody helped me, but praise God, I stopped in the very moment. When I got up, I called my mother, mommy, I got up, you know, my mother came, and she saw, and she started to tell so many garden goddesses name. She was not even listening to me, telling to the neighbor, you know, my son got up, my son got up. And then, you know, all of a sudden, I told my mother, mother, listen, my friend, God, Jesus, I was telling whatever my friend said, that Jesus made me well, I'm healed, so now, my Jesus, my God. My mother is a mother, okay, no problem, Mary God, no problem, you know, she was like that. And I wanted to know more about Jesus, I asked my friend to come, and my mother helped me to, she did a lot of massage, and he worked hard on me, and I could able to walk properly. And then, you know, I wanted, I used to hear from my friend every day, and I used to ask him many things. And when I started to walk, my friend took me to the pastor's place. And the pastor said, you know, my name actually, Devraj, and the personal sister called me Joshua. Devraj, you need to receive Jesus as your personal savior, and your sins should be forgiven. You need to have a salvation. He started to tell this all words. And then, you know, like, you know, what a wonderful and good God I know that Jesus, before I received him, before I asked for my forgiveness, he healed me. And I wanted to ask all the forgiveness. I was, I asked the Lord to forgive, and I received a salvation, accepted the Lord as my personal savior. And there was more questions, and more asking of many things, and the baptism classes also started, and I was also attending the baptism classes. And then, you know, like, the day came, fixed the passage, fixed the day for the baptism, and I went and I told my mother, I'm going to take a baptism. My mother said, I don't understand this, what is baptism, take permission from your daddy, father. When the day came, I was supposed to take a baptism. When the day came, I had to take a baptism. I came to my mother, and I said, I want to take a baptism. I don't understand what you're saying. I come to my dad and ask your parents for permission. I know, in my childhood days, you know, never talk to dad, you know, face to face. Anything we need, we go through always mother. But this time, it was a big challenge for me to tell my father that I'm going to take a baptism. One day, my father was sitting there, my mother also there. I told father, I'm going to take a baptism, my friend. And what is this baptism, he asked me, I said, my friend, Luke, I trusted God, I trusted a God, that Jesus, and now I want to be like a completely what Jesus wants to be like. And my father said, yeah, you don't know anything. I am your father. I will tell you one thing. My father said, listen, you don't understand anything, I will tell you what you have to do. So, like a grandfather and father, father, and like we have like a 14, our family guards, you know, 14 family guards, and then. There were grandparents, 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 grandparents. In our family, there were 14 different idols of God. And the 14, and we'll put one Jesus photo, it will be 15, not worry, he said. And I said, no, 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 Jesus is not in the photo or an idol, he is in the hearts of the people, he is inside, he lives. And my father like a very furious, you know, no, 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 you are my, I am your father, you listen to me only. That's what he was. That's what he was. And the situation was very hard, and I stopped talking to him. And the day approached, I was supposed to take a baptism. Here, my father is not giving permission, no problem. After taking baptism, I was so happy, I'm in the body of Christ. I came back home. We lived in a colony where we have like a, you know, like a relatively producing colony. That's, you know, everybody, within two minutes, everybody knows that anything happens in the colony. And my father heard about that. And, you know, when I came to the home, at the door, my father was standing, and he was very furious. He said, you became a Christian, this and that. So many things. You are not my son. I have only one son and daughter. That's it to you. And we are three. Two brothers and one sister. You shut the door and I was outside in the evening time. And, you know, the word of God came to my mind that, you know, feeding mother may forget the baby, but Jesus said, I will not forsake you and not leave you. And then I walked towards my friend's place. He took me to the pastor's place. The pastor gave me a small place to sleep and gave me food to eat, rice and dal, and then I slept. I went to my friend and we went to the pastor and he gave me a room and gave me to eat that evening. And next day I went along with the pastor. Every evening we used to go to the priest of the gospel and pray for the people. We started to do that. And always with the pastor, Luke and me, the three of us used to go. One day we went to the village. And the family had a witchcraft. And Luke, my friend, we went to one village to preach the evangelion. And the pastor was teaching always, you know, you have to do as Jesus did. Because John 14, it's written. I must do what Jesus said to do. To preach the evangelion. Jesus said, truly, truly, I tell you, if anyone believes in me, I will do what I have been doing. And you will do greater than that. Jesus said, truly, truly, I tell you, if anyone believes in me, I will do what I have been doing. And now, okay, we received Jesus as the personal savior. We got a salvation. We had a baptism. And we became a wonderful believer. And that's enough. We have to act according to the word of God also now. We went to the village with the pastor. And then with the family, there was a man possessed by the evil spirit. And then the pastor was casting the demon. Me and Luke used to hold the tank man. We went to the village. There was one house where there was one man possessed by the evil. And we went to that house. Pastor Alex, do we have enough time to go on? Or can I shut it up? Yes, yes, yes. Go ahead. And then, you know, the pastor was casting the demon. The demon possessed the young man. And we see that when he was robed on the chair. And then he was untied after prayer. And then the pastor had a suspect that this guy still had the demon. You know, literally we have seen demon possessed man. How he does all the action and he pushes people. And Luke at me, he was pushing us like anything. And the pastor wanted him to take to the church. So me and Luke, we took him by utter rickshaw to the church. While we are coming, we are just saying thank you, Jesus. Lord protect us. Hallelujah. That's it. When we came to the church, this guy was normal. Praise God. We thought everything is went well. This guy delivered. We have seen. And the same night pastor comes home. And then we had food. And he also had a nice food. And everything went well. The pastor asked us to sleep in the church with that guy. One who was possessed by the evil spirit. And, you know, the pastor went to his family room. And then we are sleeping with this guy, you know. But we are not able to sleep. Me and Luke just were watching this guy. He was in the house. But we were in the house. We were in the house. With the right and left of this person. We were sleeping together. We were sleeping together. We were sleeping in the house. In the church. We were sleeping there. We were not able to sleep. And then. This guy started to snore, sleep. And then. Me and Luke also thought that. Okay. Everything fine. We also slept while we were. Talking. And then. In the. You know. Almost middle of the night. I could hear. Very bad screaming. Oh. You know. Still is really in my ears. And you know. I just looked at the. You know. Look at the person. And he was not there in between us. And then. I pushed the Luca. Look. This guy is not here in between us. Here is a noise. 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 And then. We started searching him on the floor. We did not find him. We could see. He was just hanging on the air. Almost like a. Very badly. Oh. We shouted. Papa, mama. And then. Pastor Crush. Back from the. Мы смотрели по углам, ничего мы не могли увидеть, слышали шум, там темно, и потом мы увидели этот человек стоял, стоял на стене, дьявол его держал, и они, как увидели, испугались, говорит, мама, папа, кричай, что они не видели такого явления, это страшно, они испугались сами. Пастер, пастер, came out, and then in the name of Jesus, he's coming with all speaking in a tongue, and he started to come and command in the name of Jesus. Он приезжал туда и повелел во имя Иисуса Христа, чтобы этот человек упал, опустился на землю. That fellow fast down on the ground, again, me and Luke, and a duty to just catch him and, you know, hold him, and there are so many demons, one by one, one by one. And till morning, casting the demon, and he was totally delivered by the grace of God. And now, the practical, yeah. And, you know, that we are realizing that, yes, Jesus did, you know, heal the sick, he was casting the demon. And we are learning from the pastor, it was happening, so, you know, with us, we have seen practically. And by the time, you know, we are growing in the church, and I had an opportunity to come to China, one of the top Bible colleges in India, and people from all over the world teaching. The college, the theological college, like, four years of studies. Learned so many things from the Bible, and we came back after the graduation, and started to, you know, work in Delhi, in the churches. And when, when the churches and other Christian leaders, they come to know that you are graduated from that such a wonderful Bible college, they invite you to come every Sunday, every day, almost to preach their people, teach their people. And when we, you know, before we go to the Bible college, we are different, and after completing the Bible college, you know, we have become, like, a very nice clothes we like, we used to wear, and sparkling shoes. And then, uh, the, with the ties, you know, a very nice place, we love to go, we love to preach from the pulpit, always we need a party to speak. It was going on, like, every year. It went on, went on so many years, like, 15 years of my graduation. Это продолжается такое. Проблизительно 15 лет так продолжалось. На сценах, проповедовали, вот это в костюмах. Every year we had a question, you know, evaluation, you know, what to have done for the kingdom of God. Я говорил, я делал анализ в своей жизни. Что я сделал для Царства Божьего? Много знаний, толком нету молитвенной жизни. На сценах проповедовать, и я понимал, что это что-то не то. И тогда, you know, I was just, you know, having this kind of situation, and I was not satisfied in my spirit, what I was supposed to be doing. Я не был доволен, чем я занимаюсь, но я не получал удовольствие, то, что я делаю. И однажды брат Алекс приехал в Нью-Дели, приехал в дом, там, где я жил, в Индии. And he asked me, Joshua, let's go and preach the gospel in slums. And I said, slum, slum means in India, it's very stinky, lot of virus, flies. You may get sick. All the dirty, and people are, never take bath, so many things are very bad, smell. And he asked me to go to, he's asking me to come to slum and preach the gospel. A little bit of pushing, ignoring his talks, but again and again he was telling me, let's go and preach the gospel. Я игнорировал то, что он говорил, не сильно хотел, но потом согласился. And then, okay, let's go. Хорошо, давай, пошли. And anyhow, we are inside the slum, and then he's with the guitar, he said, I'm going to sing a song for you, concert for you. He started to sing a song, and then and there I could see so many people started to gather over there. And, you know, as he was telling in English, speaking the gospel, he was sharing the gospel. I was translating in Hindi, and hundreds of people were there. And at the end, he asked to receive Jesus as their personal Savior at the altar call. 100% attendance, everybody raised their hand, you know. People never heard a word of the Lord Jesus Christ. First time they heard, and first time they gave their heart to the Lord, it was a miracle to see that one. And the Holy Spirit was very strong. Through him, the Holy Spirit was talking to me, yes, God, why are you supposed to be doing this? And then again, next day I went to the different slum, keep on going to the slum, keep on going to the slum, and many, many came to the Lord. How to bring these people to one place to worship the Lord Jesus Christ, that was the challenge for us. And, you know, like, if you build a building for them, it's cost too much money. No money. And in the slum house, if you hold a meeting, and in one house, at least for 10 people, it's full. We cannot stand even in that house. No place to sit. Prayerfully, walking with Pastor Alexander, God gave a vision to build a bamboo church. And as a bamboo church, made out of bamboos and holes. Okay. You know, in my mind, I had a question. Okay. As a bamboo church means how it should be, how it looks like. But God gave the plan. And then, especially said. We built a church with bamboo. No money. No money to build even a bamboo church. And then, no. When we went to the shop, and the shop owner, you know, like a bamboo metal man, he said this and that, this one, this one, this one. But after that, it's costing too much money. He said, Joshua, no money, single penny in our pocket. If God gives this vision, God will provide. By faith, we prayed together, Pastor Alex prayed, and then he went back to home, and I took back here. And miraculously, I received a call from Pastor Alex, you know, God provided, you know, provided for one bamboo church. That was the blessing to hear. And we constructed a bamboo church, by the grace of God. We, по милости Божьей, построили первую бамбуковую церковь. We invited all those brothers, those who received Jesus as their Savior in the slums. They came to worship the Lord. And, you know, like a gathering was good. And, you know, I was just looking at the bamboo church, or this bamboo church. And then, you know, like when they're singing, and when Pastor was sharing the word of God, people walked by roadside, and the neighbors, they started to come in, understand. And people standing behind the bamboo wall, just listening to what we're telling and sharing the word. And also, people walked in, they are healed, they are blessed. Like that, many people are blessed. I understood that it's a perfect model for Indian Brussels sisters. And then, praise God, and then that was the perfect model for the glory of God here in India. And that's culturally accepted among the Brussels sisters. And, praise God. And then, again, another slum. We did a prayer. Also, they did after the bamboo church. And then, we keep on praying for them. By faith, God provided for second bamboo church, third bamboo church, fourth bamboo church, the standard of birth. And God, and we trusted God for 500, God gave 500 bamboo church. We trusted for 1,000 churches, and God gave us 2,000 bamboo churches, and God gave us 2,000 bamboo churches. And now, 2,400 bamboo churches has been constructed for its glory in India. And I thank God for this wonderful ministry God gave us. Because during the lockdown, all the church buildings were locked, and the policemen in front of the gate. But all the bamboo churches were opened, and people are filled with worshiping the Lord in the bamboo churches. And also, in India, now, happening a lot of persecution, fundamentalist government. They are stopping the churches. Churches were locked. Pastors are put in a jail. It's happening. And, you know, in the last testimony, we had that, you know, one of the villages, the policemen came to know, and the fundamentalists came to know that there is a church. When they come to the village, they are standing in front of the church, but they are asking, where is the church? And there is a small girl in front of there. She said, this is the church. Looking at the bamboo churches, this is not a church. They didn't believe. And they wanted to break, and the medium man was there. They did not take the picture. They go back. And, you know, if there is, instead of that bamboo church, if there is a building, there would have been broken. Beautiful doors and windows, and then, actually, they are in the photos and videos. And there is a medium man, he was not even taking pictures of our bamboo church. Photos of our bamboo church went back. I tell you, my brother and sister, that bamboo church ministry is the perfect model for our brother and sister, and we have a successful model for the kingdom of God. I thank God for the wonderful vision that God has given to us for his glory. And thank you, my brother and sister, for listening to the testimony, what's happening in India. Please do pray for India, so that we may have many more bamboo churches, and also we are going to build another 100 bamboo churches in Uttupadish. And please, please do convey my greetings to your church and all the brothers and sisters, and we know that in our bamboo churches, we are praying for... We are praying for you all, God bless you, and you are our brothers and sisters, yeah. We are praying for all of you, brothers and sisters, and let God bless you, God bless you, and bless you, amen. Amen. Thank you very much, brother Josua. We thank God very much for the confirmation of the testimony that our brother Alex told us. Praise God for the testimony, for everything, because brother Alex, he was sharing about this, and you kind of prove his testimony, what he said. This was very good. We hear from you the same testimony, what brother, he said, same thing, what's happened. And it's not a coincidence, brother Alex, he said, he said to me, do you ready to go to India? I said, with joy, as soon as there will be a invitation, I will come to India. He said, I'm from original nationality, Armenian, Armenian, and a melody like music, and Armenian and India, they kind of similar, a little bit look the same. I remember when I was there a long time ago, and Armenia, every day we used to watch Indian movies. Well, when I was born, I saw that films and life are different. And when I was growing up, I did recognize, in a movie, India is one, but in reality, India is different, completely different. When brothers came to India, they told us, they told us, what is happening in India, I really wanted to go to India, how do you want to go to preach? When brother, they came from India, from the missionary trip, they did the testimony of the Lord. Lord, I want to have opportunity, I want to go and preach the gospel in India. Well, I thought, I thought, I saw the Lord, and I said, if the Lord is willing, I'm going to go. So, we again, brother Joshua, we thank you, brother Joshua, God bless you, brother. Thank you very much. I want to say, God bless you, thank you so much. I want to ask you, if you don't mind, can you sing one song in India? Okay, let's sing. And in 2 words, what do you say? Jo'ai, children, who are you? Who are you? Danewa, 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 sarai baton keli, danewa, yishu, danewa, 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 sarai aši só keli, danewa. Слава Богу, у меня такое впечатление, что поет он «Жнева, жнева», давайте, братья, вперед, «Жнева», спроси про семью. Я не могу сказать, что я родственник, как и в семье, вы родственник, вы родственник, вы родственники, и у вас есть родственник, и у него есть сын, и мой дырт, Ринна. У меня семья, у меня была жена, она умерла, дочка тоже умерла. Есть один сын, который я и сын, сейчас мы живем, я посвятил свою жизнь полностью служению Богу, и сейчас я служу полностью. Да, брат, будем молиться за твою семью, за тебя, за сына, чтобы Бог благословил особенное служение, чтобы Божья рука всегда была над тобой. Мы будем молиться за тебя, за твою семью, за твою сына. Мой, Господь, мы можем благословить тебя, твоя семья благословит тебя, и Бога на тебя будет об этом все время. Спасибо, спасибо. Брад мой, пока брат Алекс будет говорить, я попросил бы, наша одна сестра из Молдавии споет один псалом на молдавском языке. Может, он никогда еще не услышал такое. Пожалуйста, интерпретарь, Алекс. Давайте, я буду пытаться переводить, получается, много языков приходится знать, и пусть поет на молдавском, я тоже переведу, если надо. И что, знаешь по-молдавски? Я знаю, знаю, знаю румынский язык, да. Слава Богу, мой. Сестра берет, пожалуйста. Слава Богу. Так что, вы можете говорить, приходится, приходится Бог так дал знать много языков. Может, скоро ты еще на армянском поговоришь? Ну, если вы чуть-чуть будете говорить, то, может, мы на армянский перейдем. Ему переведи, что сестра будет петь на молдавском. На армянском. Продолжение следует. У нас есть одна сестра, она из Молдова. Она будет петь на молдавском языке. И я понимаю румынский и молдовский. И я буду переводить вам. Пожалуйста. Да. Ну, во Фио, вести мои фрумасы. Нету лучшей вести на этой земле. Так вы ему переводите, а не брату сано. А, я помню. Я, Аликс, меня удивил. Аликс, меня удивил своим знанием, почему румынского не хватило. Ну, вашести. Ну, доброе. Вы, если я бы рассказал, сколько языков, то вы удивитесь. Но это все для славы Божьей. Ну, я буду переводить в английском. У нас есть такие красивые новости о Господе, о Господе, о Господе, о Господе, о Господе, о Господе. Ка салваре дате принесусь. Нечью бери, кари, сожертвясь. Мы не имеем никакого любовь в этом мире, как Иисус Христиан. Иисус Христиан, Он дает Himself для нас. Пентруной, ка сожертвит Иисус. Пентруной, ка сожертвит Иисус Христиан. Я, значит, один куплет и припев. Остальное я буду петь, но примерно псалом об этом. Это означает этого песня, и я просто буду... Один рефренд, и один, очень короткий, я буду петь. Брат Алекс, а вы этот псалом не знаете? Я немножко помню. Алло. Пентруной, ка сожертвит Иисус Христиан. Пентруной, ка сож Hern Liverpool, которую вы пришли амкею, машину, моей countries. Пентруной, ка сожертвит Иисус Христиан. Заменятое ми, но на Unidos, Чаверия Grassingo очень и м loads, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, сестра Вера Как будет по-румински спасибо? Молцумес Не знаю, данке по-немецки и все Молцумим Доброе, дякую Ну и еще для нашего брата Джошуа Джошуа есть, нет, Девин? Есть У меня есть очень много друзей, которые трудятся в Индии Армияне, украинцы Ну, я для вас еще спою один псалом на армянском Один куплет Наши церкви все поют на армянском Даст Бог, если будете часто к нашим гостям Скоро начнем петь даже на индийском Песня говорит так Страждает человек Мучается знов Ненавидим стал со всех сторон И, в принципе, молись и поверь Молись и поверь Шаги Христовые слышно и теперь Доброе Если вы переживаете, все вокруг вас Довольно Люди говорят в сложных временах Довольно Просекуточки Remember Поехали Поехали И, Господь, Jesus будет помочь Доброе У mnie Просекуточки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, у нас есть один брат, который когда пел, и неоднократно, когда пел, он начал духом петь на индийском. Когда-то мы созвонимся, я включу эти песни, может это будет хинди. Очень похоже. Один раз мы проживаем, и один брат, который, через Господь, он пел песню. И может быть, я думаю, это было в хинди. И может быть, один день я буду таранан и может быть, я буду смотреть. Пока брат Саша будет проповедовать, я буду искать эту песню. Сколько время там у вас в Индии сейчас? Что время там в Индии сейчас? Скоро в Индии будет час ночи. А, поздно. Ему спать не хочется сейчас? А у него выбора нет. Он же раб. Он 24-7. Господь блесит тебя, брат. Добрый, брат Саша, ты закончишь служение. Давай, будем молиться. Ты читай слово, будем молиться. А я в это время еще поищу этот псалом и припевь подключу, как на индийском этот брат поет, духом, духом поет. Он поймет, о чем поет. Добрый, брат Алис, я буду рассказывать вам с Поповедом, мы будем молиться. И я буду смотреть на эту песню. Может быть, я буду подключить и вы увидите, это в Индии или нет. Вы будете рассказывать нам. Вы сколько готовы слушать проповедь на три часа? Как три часа? Ну, у тебя выбора нет. Твоя задача проповедовать. Нет, я думаю, минут 15-20 поделиться и до молитвы. Я понял, я понял. Хорошо. Хорошо, мы не будем долго вас утруждать, потому что тяжело. Знаете, я когда говорю индусам, говорю индусам, ну что, вы готовы еще три часа-четыре ждать? Они говорят, конечно, готовы. Украинцы, славяне, это чуть-чуть по-другому. Они, знаете, им надо чуть-чуть меньше. У нас интернационал. Да, да, да. Хорошо, давайте мы... Я хочу очень коротко, очень буду стараться. У нас мало времени, но много нужно сказать. Actually, I'm gonna speak in a Russian language, but I try to translate a little bit. You can... Pastor Joshua, you can understand. And all of us will be together. Сегодня будем проповедовать и на русском, и на английском, чтобы все было понятно. То есть, если надо, еще кто-то, если не понимает, на других языках тоже можем. Хорошо. Сейчас давайте мы откроемся вместе, кто знает. Якова, Якова, давайте мы... Якова, 4 глава, 17 стих. Брат Алекс, камеру можешь включить, или нет? Можем, можем, можем. Не видели тебе? О, спасибо. Давайте я так буду поставлю, чтобы и камера, и это все. Я еду, но будем надеяться, что и камера, все оно будет служить для назидания для всех нас. Алло, алло. Алло, вам слышно? Видно? Да. Да, да, видно и слышно. Да, слышно и видно. Хорошо, давайте. Может, не идеально, но будем стараться. У кого есть Евангелие? Евангелие вы можете открыть Якова. Якова, 4 глава, 15 стих. Если кто-то может прочитать на русском языке. Якова, 4 глава, 17 стих. Если вы можете открыть James, chapter 4, verse 17. Я буду рассказывать с ним, с сестрами. Кто-то может, если нет, то я так прочитаю. Хорошо. 17-й, да, брат? И так, кто разумеет делать добро и не делает кому грех. Этот? Да, 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 так точно, так точно. Спасибо, спасибо. Я хочу сейчас немножко поделиться именно на эту тему. Сегодня мы слышали свидетельство заслужения в Индии. Тоже мы видим, что Бог делает, Бог спасает, благословляет и слава Ему. Каждый из нас, видите, как мы можем сейчас, находясь, кто где находится, мы можем сказать, в разных частях света, и мы можем, находясь, проповедовать, рассказывать, делиться, это просто благословение. И сегодня я хочу, чтобы мы поделились, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Давайте мы представим такое, как вы думаете, сколько раз нам, нас нужно исключать из церкви, видите, за каждый грех, например, за грех прелюбодеяния, там, воровство, вот тот грех и у нас исключает, и, как правильно, исключает из церкви, или на освящение ставит. Вот у меня вопрос сегодня, сколько из вас было сегодня на исключение в вашей жизни за то, что вы разумели делать добро и не делали, и вы были наказаны за это, именно за этот грех. Я думаю, что вы, возможно, до этого еще даже и не задумывались в вашей жизни. А когда мы пройдем к престолу благодати, то Слово Божие, как не останется, не исполнено, или не останется ни одно Слово, которое не исполнится то, что написано в Слове Божьем. А в Слове Божьем написано, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Мы видим именно очень просто, сколько раз мы были и понимали, как, Господи, приходим к Тебе, «Я разумею делать добро, но я не делаю добро». Сколько раз я, Господь иногда говорил в нашим сердцам, что мы разумели делать добро, но мы его не делали. Мы просто относились к этому просто халатно или не придавали значения. А может быть, всю вашу жизнь, сколько вы живете, вы даже не слушали тему, например, на эту тему проповеди, что это оказывается грех, и мы должны тоже быть исключены за этот грех. Потому что кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Это не мои слова, это слова апостола Якова. «Сколько раз мы должны были быть, возможно, и не участвовать в проложении за этот грех, и не участвовать и не быть, или каяться. Господи, я сколько раз разумел, но я не делал это добро. И я жил и думал, что все нормально». А Слово Божье нам говорит о том, что люди, которые, написано, люди лукавые и ленивые, ленивые, участь в озере Огненном, это люди, которые, они независимо члены церкви, где они ходят, они разумели делать добро и не делали тому грех, и они были лукавые и ленивые, если он ленивый, он ничего не делал. То это есть преступление, кто-то из нас за то, что мы ленивые, мы были себя, по крайней мере, в душе или сами перед Господом. Господи, я себя обвиняю и говорю о том, что это грех, я ленивый, прости. Столько раз я каялся о том, что я разумел делать добро, и я не делал. И это грех. Но вопрос сегодня хорошо. Даже если мы, у нас не было, мы делали это по незнанию. Мы этого читали, мы это слушали, читали, мы это, возможно, знаем, но мы не придавали этого значения. Возможно, мы 30, 40, 50, 60 лет, мы следуем за Господом, и мы, нам именно не было откровения такого, что я разумел делать добро. И кто из нас сегодня, я задам вопрос, мы не разумели, что делать добро. Это если человек не может различать правой от левой руки, это люди, которые, ну, есть у них проблемы, и они не могут отвечать за свои поступки. Мы видим в Ветхом Завете, что они не различали левой от правой руки, они не могут нести ответственность за свои дела. Но мы можем различать левой от правой руки, мы можем размышлять, мы в своем уме. И мы разумеем, что такое дело добро, но мы его не делаем. И мы думаем, что это все нормально. Вот вопрос сегодня для каждого из нас. Мы жили, мы понимали, а почему, кто нам не давал, или что нам не давало уразуметь или понимать это добро и не делать. Что не давало, какая причина была. Я именно об этой, я сегодня не хочу сказать сегодня, что мы разумели, да, нам нужно, Господи, прости нам. Но я сегодня хочу обратить внимание, что не давало нам разуметь дело добро. какое состояние наше было или что у нас было такое, что не давало нам понять или прийти к этому пониманию разумения и делать добро. Я хочу, сестричка, вы прочитали 17 стих. Давайте прочитайте стих перед этим, 16-й, прочитайте, и мы посмотрим, что же нам, Яков говорит, что же нам не давало этого делать. Почитай, пожалуйста, 16-й стих. Вы по своей надменности тщеславитесь. Тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Мы видим, что, оказывается, мы делаем зло, и то, что мы делаем зло, это нам закрывало духовные глаза, не давало то, что мы разумели. А если мы разумели, то мы не делали. Вера без дел мертва. Мы разумели, да, написано, Христос был силен в слове, и в чем? И в деле. А можно сказать, Христос был только силен в слове, а в деле нет. Это так не написано. Написано, что Христос был силен в слове, и потом, что и в делах. Дела подтверждаются, слова наши подтверждаются делами. Если я скажу, что я люблю индусов, и люблю украинцев, люблю всех, но я не встану, и чего-то не буду делать, например, молиться, позвонить, ободарить за то, что они знают Писание, они знают, как узнают это все. Но они будут осуждены, что они знают, но они не подтвердили своими делами. Потому, когда мы говорим сейчас, кто разумеет делать добро, и не делает тому, что грех, нам нужно подтвердить. И здесь выше, он говорит в 16 стихе, он говорит, что меня может не допускать, разуметь и делать добрые дела. Это первое, он говорит, что надменность и всеславие. О чем это говорит? Это моя надменность. Если я надменный человек, я всегда буду думать о себе, как себя преподнести людям. И это надменность, я буду работать сам над собой. Я буду работать для того, чтобы люди, возможно, уважали, для того, чтобы люди знали, люди слышали. Я надменность и тщеславие. Вот эти два компонента, которые вместе, они настолько ослеплят меня и настолько будут работать во мне и делать мне это зло, которое ослеплять, это делать зло мне, что я буду неспособен, я буду внимания обращать его на себя, а на ближнего у него не будет времени. Еще раз, надменность и тщеславие, оно приведет ко мне все силы внимания на себя, на меня, на мое эго, на то, чтобы я внимания о себе, что люди думают обо мне, что люди говорили хорошо обо мне, чтобы люди думали, что я там миссионер, или там какой-то пастыр, или какой-то проповедник, я внимания, я даю, чтобы люди сказали, о, Алекс, о, такой-то, о, я извиняюсь, соно, или о, я буду думать о себе, чтобы люди, что, тщеславие, надменность, я буду занят сам собой, проповедовать о себе, для себя, чтобы именно вот это, он говорит, что это есть зло, которое я делаю сам для себя, вот это подлость, сам себе делаю подлость, и зло делаю для себя, и говорит, это есть зло, надменность, тщеславие, это есть зло, и это зло, оно ослепит нас, ослепит нас, чтобы мы не делали добро, мы будем, как Христос сказал фарисеям, все, что они говорят вам, все, что мы разумеем делать добро, все, что они говорят нам, делайте, но что, но по делам их не поступает, и все, он перечеркивает, все их лукавство до конца, сегодня, еще раз, что нам препятствует делать добро, это наше что, как мы здесь считаем, 16, надменность, и тщеславие, которое убивает нас, у нас желание, стремление исполнить волю Божию, вы можете и выше, у меня нет времени, вы можете выше и дальше остановиться на этом, вы можете и дальше поразмышлять, там, что если вы говорите, что вы сделаете то, то завтра пойдете, сделаете, но вы не говорите, что если Бог даст, если Бог позволит, если Бог благословит, это человек, который свое упование ставит на тщеславие, и на свое надменность и тщеславие, он только о себе ставит свое упование, мы не говорим, что если Бог даст, мое упование не на Господа, мое все полностью туда, что Господь, это ты мое упование, я на тебя, а я говорю, что если вы думаете, если Бог не позволит, если Бог не даст, если Бог не совершит это, Если Бог не явит милость, если Бог не благословит, то все ваше надменность и славе, оно как мусор сгорит, и вы сделаете это зло. Это зло не даст что? Уразуметь и исполнить волю Божию. Сейчас будет перед нами молитва. Я хочу, чтобы была моя проповедь, я хочу, чтобы была коротенькая, но она была. Что-то Дух Святой нам сегодня сказал или проговорил к моему сердцу и сказал, Александр, Иван Петр, не работай над тщеславием своим, не работай над надменностью своей, потому что это все пойдет в ад и сгорит, и ты вместе с этим сгоришь. И дал устройство. И сейчас я хочу передать... Сано, чтобы он сказал пару слов, помолился и за нас, и помолился. Сано, пожалуйста, пусть Бог благословит. Дякую, брат Алекс, дякую, хай Бог благословит, друзья, что наши уши были открыты по Слову Господню, и мы были готовы на служение Господне. Что говорит Бог до нашего сердца, чтобы мы могли воплотить. Не словом, там также Яков Кажи, и не языком, а делом истинным. Хай Бог благословит. Друзья, друзья, мы будем молиться друг за друга, помолимся за сестру Люда Максимчук. Она звонила домой, она сказала, что моя температура 39 градусов. Помолимся, Вайми и Суши, чтобы нормализовалась температура. Помолимся за брата Джошуа Мичула и свидетельство. Помните, брат Саша, когда рассказывал, знаете, а тут еще с другой стороны. Так классно было, так хорошо было, так прекрасно. Знаете, Саша рассказывал, брат наш, как он бачил, как он молился. И тут, и Винча рассказывал, что пришел до пастора, каже, что так, а Винча думает, ну куда ты мне, куда я к ислам, ты что. А тут, видишь, теперь Господь так благословит, уже церкви тысячи Божьи, знаете, Божье присутствие, наполняет. Дай бы, Боже, нам ревность, друзья, что мы так само молились, что Господь и нам дал до молитвы. И мы нуждаемся в этом. Наше служение залишилось на пив пути. Поэтому я верю, я знаю, что Господь даст, но Бог испытывает нас, чтобы мы были единственными в одном духе. Подвязались за веру евангельскую. И Бог будет благословить, это Божье служение. Так что помолимся за брата Джошуа, помолимся за брата Алекса, за его служение, за его труд, чтобы Господь благословит. Америка, живи себе. Нет, надо ехать в Индию, этот слам. Некоторые, знаете, они, я бачу разных людей в Америке. Некоторым не вырвешь, не оторвешь от того комфорта. Они даже себе... Саной, я извиняюсь, я хочу подчеркнуть. Вы сказали, Алексе служение, это не мое служение. Я хочу, чтобы это наше Божье служение и наше церковь служение. Это не мое. Я хочу воздать, слава Богу, и сказать, что это не мое. И служение Господне, которое Богу використовывает нашего брата Алекса, скажу так. То есть Бог використовывает людей. Кто бы мы ни были, как бы себя назвали, знаете, мы служители Господне, которые Бог використовывает. Поэтому я так само верю, что Бог говорил богатем, но в ухо было открыто у брата Саши, который Бог взял и отправил на это служение. Я думаю, что мы разумели, про чем мы говорим. Так что, хай Бог благословит, чтобы наши уши были открыты. Не физически открыты, а духовно открыты. Хай Бог да поможет. Друзья, добрые. Брат Саша, за это время ты постарайся подключаться до Джошуа, чтобы он им подключился. Там уже поздняя ночь, но я нашел ту песню, что может, что в другой раз, не знаю. Так что, добись. Если еще ей нужно, друзья, давайте скажи, мы будем шире молиться о Богу. Я хотел бы попросить мою жену, молиться. Она болеет, тоже ей температура, и она слабая. Она не смогла здесь быть, но она здесь на койке лежит. Но она все слышит, но она слабая. Доброе, сестра Лидер, пожалуйста, помолимся. Хай Бог благословит и укрепит. Так. Сестра Вера Фрецак, прошу. За мой дом, за мою семью. За моего мужа. За человека, за детей. Доброе. Хай Бог благословит. Сестра Ева, прошу. Пожалуйста, помолитесь за меня. Что-то мне так стало поджелудочно болеть. Прямо вот сейчас. Вы же знаете, где находится поджелудочно? Знаю. Вот тут, где сердце. Вот внизу. Хай Бог благословит, даст вам силы. Вам треба начать молитву, что Господь благословит. Вера Адамович просит за детей помолиться, за Сашу Сережу Игоря. Хай Бог благословит и ей укрепит. Там, добрый, друзья, кто же, прошу, будь ласка. Слава Богу, хочу попросить помолиться за Кристину и Сашу Сережу Игоря. А, за Кристину? Добрый. Да. Боже благословит. Не знаю, что с ней такое робится. У них высокие, у нее падает. Добрый. Будем взывать до нашего Бога. Друзья, вечеря сердца. Давайте, брат Джошуа, приеднався. Приведи, что мы будем молиться за его служение тоже, которое Господь поставил. Чтобы он трудился, чтобы он не унивал. Хай Бог даст ему силу. Ваша людина прошла такие выпробования. Женки нема, дочки нема, остались с сыном. Но, боже, он говорит, я бачу свое служение в труде. Мы будем прожить в Индии. Мы будем прожить в вас. Мы будем прожить в вас. И сейчас мы будем прожить. Мы будем прожить в вас, для вашей семьи, для Министерства, для всех. Спасибо. Брат Джошуа, я не знаю, че свят все будет. Если можно, твое фото, видео, будь ласка. Пастор Джори, если вы можете, твое фото, мы хотим увидеть вас. Да. Я извини, мы уже с постели подняли точно. Я чувствую, что я не знаю. Я чувствую, что я не знаю. Но я хочу... Он хочет показать вам... Я не знаю. Я не знаю. Это не в порядке. Это не в порядке. Ваша мелодия. Ваша... Продолжение следует... Он говорит, что это другой язык. Нет. Не хинди, а другой язык. В какой части, в какой части, в какой части, в которой они sing в Индии. Если они sing в Раджистане, то это будет другой tune. И если люди sing в Авариса, то они sing в другой tune. Но это не появится как хинди. Это может быть какой-то другой язык. Раджистан или Авариса, другой части. Ну, и много языков там же. Да, да, да. Народности много. Хорошо, добрые друзья. Мы будем молиться шире. Господу. Пусть Бог всех нас благословит. И наши нужды мы скажем Богу. Мы будем молиться. Мы будем молиться. Спасибо, Господа. Господи, я etern Господи, я буду Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»